Слава Богу, братья и сестры! Бог дал нам прекрасный день. Мы пели этот псалом первый в начале, что мы всецело упываем на Господа, да? Душой всецело упываем на Господа. И знаете, это очень правильно, и когда мы надеемся на Бога, упываем на Него, мы в правильном положении. Я сегодня немножко хотел бы на эту тему поговорить. Уже мы немножко слышали об этом. Одно место, которое я хотел бы напомнить, это Исаия, говорит 26 глава. Несколько стихов. В тот день будет воспита пись эта в земле Иудиной. Город крепкий у нас, спасение дал он место стены и вала. Отворите врата, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь, в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть, твердыня вечная. Вот такие слова через пророка Исаию Бог говорит каждому из нас сегодня. Я хотел бы найти третий, четвертый стишок, сделать удаление твердого духом. Ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. И дальше говорит, уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть, твердыня вечная. Знаете, мы иногда в нашей жизни, особенно вот когда наступает Новый год, да, и люди начинают проверять себя, проверять и, может быть, анализировать прошедший год, что мы сделали, что мы не успели сделать, и принимают какие-то решения, да. Вот в это время люди, осознавая свое состояние перед Богом, осознавая, ну, может быть, свои какие-то достижения, или, может быть, потери, может быть, что-то мы не успели сделать, и мы начинаем думать, и на следующий год начинаем принимать какие-то решения. Мы слышим, что нам нужно читать Божье Слово, пребывать в Доме Божьем, постоянно, как вот брат Женя говорил, мы должны стараться не пропускать служения. Может быть, мы начинаем принимать какие-то решения, и мы будем в следующем году начнем читать Библию регулярно, мы начнем посещать служения регулярно, стараться не пропускать, не только воскресенье, но и среди недели постоянно будем стремиться, стараться, прилагать усилия. И знаете, я говорю, что это я делал. И особенно, когда вот наступает такое время, да, год прошел, мы начинаем задумываться, что же мы успели, да, и начинаем принимать какие-то решения. И знаете, когда мы начинаем принимать эти решения в нашей жизни, всегда дьявол посылает искушения. Всегда он старается нам помешать в этом. Это его задача. Когда мы живем такой тепленькой жизнью, да, я слышал брата, одного свидетельства, это брат Рей, с Эстонии, с Таллина, может, кто помнит, было такое сильное пробуждение в Таллине, в Эстонии, которое зажгло весь бывший Советский Союз. Туда люди ехали очень много, много людей, поезда забитые были. Я свидетель этому. Я был на этом служении. И этот Рей, он свидетельствовал и говорил, как это все начиналось, он говорит, я был в церкви, просто членом церкви, теплым, теплым. Меня все устраивало, я теплым был, говорит, тем, которым Бог выплевывает. Написано, я тебя и зверну из уст моих. Я, говорит, был тепленьким, христианином. Но когда, говорит, вот эти власти, КГБ, они закрыли многие церкви в Таллине, и всех согнали в одно здание, в Ольвисте. Они всех туда согнали, и баптистов, и писятников, методистов, и других, с такой целью, что, говорит, они там все переругаются, и все закроется. Это у них такая цель была. Они всех туда согнали, потому что всех другие церкви закрыли. И он, говорит, мы собрались и начали, Бог положил в сердце такое желание искать Бога. И все, которые там собрались, они пришли к такому согласию почитать один другого высшим себя в этом служении. Разные были, и баптисты, и писятники, и из разных церквей, всех туда собрали. И знаете что? Они начали собираться на молитву. Говорит, сначала два человека. Мы согласились, пришли к такому решению. У нас пропал этот покой, такой повседневной комфортной жизни. Мы начали ревнувать о Боге. Начали ревнувать о том, чтобы Дух Святой начал действовать. И знаете, больше, больше, говорит, по двадцать человек начали собирать больше. И говорит, Бог сошел в сильной благодати. Бог сошел в обильной силе. Огонь загорелся. И Бог начал исцелять больных. Слава Богу, братья и сестры, я бывал на этих служениях. И он рассказывал один случай. Говорит, когда уже Бог начал действовать, говорят, служители, братья, приехали с Украины с той целью, чтобы посмотреть, действительно ли в Таллине Бог действует или нет. И вот они приехали, мы, говорит, совершали молитву, и они стояли и смотрели. И мама привела дочь свою, которая была абсолютно слепая. Говорит, глаз один полностью закрытый был, и другой был чуть открытый, но она ничего не видела. Он вообще был одного цвета. И, говорит, когда мы помолились, когда мы возложили руки, когда мы приказали этому глазам исцелиться, говорит, на их глазах этот глаз открылся, который был закрытый. И, говорит, глаза, говорит, на их глазах начали менять цвет. И прошло несколько моментов, эта девочка закричала, мама, я вижу! Братья и сестры, это были настоящие чудеса, которые совершались в то время. И он на сегодняшний день, я слышал его свидетельство, говорит, мы еще молимся. Бог обещал, что в последнее время он зажжет еще сильнее огонь пробуждения. Говорит, я этого хочу, я этого ожидаю, ему уже за 80 лет, этому брату. Братья и сестры, я хотел бы один пример привести в Священном Писании, это написано в книге царств. Об одном человеке, об одном царе в это время было сильное отступление в Израиле. Очень сильное отступление. Народ израильский отступил от Бога, они поклонялись идолам. Написано, что Израиль и Иуда совершали такие хуже дела, чем люди, которых Бог изгнал. Перед тем, когда Бог изгнал их с этих земель, Израиль стал поступать хуже. И вот пришел один царь, читаю 18 глава, 4 книга царств. В третий год Осии сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сына Хаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних, во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву, истребил медного змея, которого сделал Моисей. Потому что до самих тех дней сыны Израилевы ходили ему и называли его нехуштан. На Господа Бога Израиля уповал он и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими и после него и прежде него. И прилепился он к Господу и не отступал от него и соблюдал заповеди его, как заповедал Господь Моисею. Вот такой был человек. Перед ним цари они не служили Богу. Было сильное отступление, но Езекия, когда воцарился, он положил в своем сердце взыскать Господа. И мы видим с этой истории, с этого повествования, что Езекия уповал на Господа. Он возложил упование не только это было его решением, это было его действиями. Он начал очищать Иудею, он удалил все эти идолы, он срубил все дубравы, он уничтожил всех истуканов, он народ израильский повернул Господу. Написано, что такого, как он, не было прежде него и после него не было в Израиле. Он прилепился к Господу, он всем сердцем стал служить Господу, и написано, и был Господь с ним везде, куда он не ходил. Поступал он благоразумно и отложился от царя Ассилийского и не стал служить ему. Вот это были его действия. Он заботился о том, чтобы народ израильский возвратить Господу. Он сам старался служить Господу всем сердцем. И что произошло в его жизни? Мы смотрим дальше повествование. Это написано 2 Паралипоминон, 32 глава. После таких дел и верности пришел Синахирим царь Ассилийский и ступил в Иудею и осадил укрепленные города и думал отторгнуть их. Мы видим, что не все было гладко. Он уповал на Господа, но написано, что в то время, после всех этих происшествий, после этой верности, после того, как он всем сердцем уповал на Господа, положил в своем сердце взыскать Господа, приходит этот царь Синахирим, приходит в Иудею, написано осадил, в другом месте написано, он взял укрепленные города, он взял их, осадил, и у него было желание также взять Иерусалим в этого царя Синахирима. Об этом подробно описывает пророк Исаия. 36-я глава говорится, и было в 14-й год царя Иезекии пошел Синахирим царь Ассилийский против всех укрепленных городов Иудеи и взял их, он взял эти города, и тогда он, царь Синахирим, еще воевал с другими местами, и присылает, мы видим, к Иезекии, к Иерусалиму, присылает своего посланника Рапсака, который пишется в 4-м стихе, когда он послал этого военачальника Рапсака и говорит, скажите, Иезекии, так говорит царь Великий, царь Ассилийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Это царь Ассилийский, он заметил, что Иезекия упывает на кого-то, то есть на кого-то надеется, у него есть какая-то упора, какое-то упование, какая-то надежда, народ израильский, он был подчинением Ассилийцев, они были зависимы от них, и здесь Иезекия отложился от царя Ассилийского, он не стал ему служить, и мы видим, что он заметил это, и говорит, что это за упование, которым ты уповаешь? На что ты надеешься? И он дальше, я не буду все читать, он дальше говорил, ты на Египет уповаешь, ты на что уповаешь? Говорит, что это за упование? И он стал ему предлагать свои условия, царь Ассилийский, он стал предлагать ему свои условия, я выборочно буду говорить, и он стал говорить ему и приводить доводы, что он действительно пришел по воле Божьей, это 10 стих, да разве я без воли Господней пошел на землю эту, чтобы разорить ее? Господь сказал мне, пойди на землю эту и разори ее. царь Ассилийский стал обращаться к Езекии с такими доводами, что говорит, на кого ты уповаешь, почему ты меня оставил, на кого ты уповаешь, на Господа, и дальше говорит, на какого Господа, Бога, на того, который Езекии разрушил все жертвенники, разрушил всех богов. он этот рабсак стал говорить народу израильскому, говорит, вы не верьте Езекию, он упывает, и это упование, оно ложное, оно напрасное, говорит, посмотрите, дальше, он говорит, 37 глава, здесь две главы описывает это повествование, один из стишок, вот ты слышал, что сделали цари ассирийские, со всеми землями, положили на них заклятие, ты ли уцелеешь, ты ли уцелеешь, этот царь ассирийский, он стал говорить Езекии, стал его смущать, стал ему говорить, что тебе не нужно уповать на Бога, это бесполезно, братья и сестры, иногда в нашей жизни так само, когда мы приходим к каким-то решениям, и упованию на Бога, приходит дьявол, этот царь ассирийский, в переводе Синахерим переводится как человек греха, человек зла, это его значение, и я смотрю, он символизирует и похоже его действие на действие дьявола, когда дьявол искушал Иисуса Христа, он ему приводил те же самые доводы, и здесь говорится, что боги народов они не смогли спасти, ты посмотри, действительно, и Иезекия согласился с этим, он говорил, что да, действительно, народы, эти боги не спасли, цари ассирийские завоевали, и перед этим мы видим повествование, что этот царь ассирийский, только сын его, он осадил Самарию, воевал, взял ее, и всех людей в Самарии выселил Василию, и с того момента царство Израильское перестало существовать, он выселил весь народ Израильский, и поселил туда другие народы, и когда Иезекия смотрел, действительно, он сильный был царь, но он уповал на Господа, и этот Синахирим, он стал говорить Изекии, что посмотри, вокруг тебя другие упали, другие цари попадались, посмотри, вокруг тебя все народы принадлежат мне, и когда мы в нашей жизни также иногда служим Богу, и дьявол нам показывает, смотри, служителя большие падают, смотри, проповедники, люди, которые намного сильнее, они попадали, они пали, и он приходит к нам с этими искушениями, знаете, когда я не помню, где это место находится, искал, его не мог найти, я думаю, это и экклезиат говорит, или в притчах, что если ты положил в сердце своем служить Богу, то приготовься к искушениям, могут братья помнить это место, где написано, если ты сердце свое, сердце своем положил уповать на Бога, служить Богу, приготовься к искушениям, они придут, и в этом случае мы видим, Езекия, он действительно прилепился к Богу, действительно уповал на Бога, и царь, этот Синахерим говорит Езекии и всему народу прямо говорит предложение им, выход с положения, 8 стишок 36 главы, итак, вступи в союз с господином моим, царем ассирийским, вступи в союз, дьявол говорит, вступи в союз, давай договоримся, вступи в союз, служи мне, и я дам тебе, и здесь он говорит, я дам тебе две тысячи коней, найдешь ли ты всадников на них, и дальше говорит, я дам тебе и виноградник, я дам тебе хорошую землю, я дам тебе и поля, и сады, и все я тебе дам, только вступи в союз со мною, заключи со мною союз, и я тебе все это дам, иногда дьявол, он предлагает нам вот эти все свои услуги, но за этим стоит одно опасное предложение, вступи в союз со мною, служи мне, это он сказал Иисусу Христу, когда искушал его, поклонись мне, и я дам тебе, я дам тебе, зачем тебе страдать, зачем тебе, я приду разрушу твой город, и он это конкретно говорил, предлагал Езекии, но что случилось дальше, когда Езекия получил это письмо от Синахерима, мы видим, что он сделал, 37 глава, 14 стишок, и взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел дом Господин, развернул его Езекия пред лицем Господним, и молился Езекия пред лицем Господним и говорил, когда пришло вот это письмо для Езекии с этими угрозами, с этими предложениями, мы видим его реакцию, он пришел, первое, что он сделал, прочитал его, написано перед Господом, он пришел в дом Божий, развернул это письмо перед Господом, прочитал его, и он стал молиться Господу, и знаете, в нашей жизни бывает много всяких проблем, бывает, встречают всякие проблемы, бывает, мы неожиданно встречаемся с какими-то вещами, которых мы не ожидали, и как мы на это реагируем, этот человек Божий правильно поступил, когда пришли проблемы, он пришел в дом Божий, он открыл эту свою проблему перед Богом, он говорит, Господи, действительно, и там он в своей молитве, я не буду все говорить, считать, он говорит, Господи, действительно, цари ассирийские это сделали, они эти все народы покорили, они побросали богов этих, но это не боги были, это было изделие рук человеческих, и он обратился к Богу, и Бог среагировал на его молитву, и Бог ответил, 33 стих мы читаем, поэтому так говорит Господь о царе ассирийском, это был ответ на молитву Езекии, не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы, не приступит к нему со щитом, и не насыпит против него вала, по той же дороге, по которой пришел возвратиться, а в город этот не войдет, говорит Господь, слава Господу, братья и сестры, это была надежда этого царя Езекии, было его упование, и он не постыдился, он молился перед Богом, и Бог говорит, так говорит Господь, не войдет он в этот город и не сделает зла, по той дороге, по которой пришел возвратиться, я буду охранять город этот, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего, говорит, я буду охранять ради себя и ради Давида, отца, ради Давида, раба моего, и что произошло? Вышел ангел Господень и поразил встание осилийском 185 тысяч человек, и встали поутру, и вот все тела мертвые. Это был ответ Божий, очень сильный, очень могущественный. Это войско, на которое надеялся царь, Синахерим, он просынается, все военачальники лежат мертвые, 185 тысяч войска лежат все мертвые. Он встал и стыд покрыл его лицо, он встал, возвратился и пошел в свое место. Почему? Потому что Бог сказал Слово, Господь сказал, я буду охранять этот город, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. Слава нашему Господу! Братья и сестры, когда мы надеемся на Господа, когда мы упываем на Господа, Бог начинает вступаться за нас. Он начинает говорить свое слово, и это слово начинает действовать. И здесь говорит, ради себя, говорит, я буду охранять город ради себя и ради Давида. Сегодня, когда у нас есть какие-то проблемы, и Бог помогает нам ради Иисуса Христа. Иисус Христос есть ходатай перед Отцом. Он находится на небе, ходатайствует за нас. и насколько больше Бог может сделать ради Иисуса Христа. Здесь написано ради Давида раба моего. Иисус Христос заплатил за каждого из нас. И ради Его Бог охраняет свою церковь, охраняет свой народ. Поэтому да благословит Бог нас, братья и сестры. Знаете, когда мы ложим намерение в нашем сердце, всегда приходит искушение. Когда мы видим Священное Писание, Даниил положил в сердце своем не скверняться. Даниил положил в сердце своем не скверняться. И что произошло? Ему царскую пищу принесли. Вот Даниил, пожалуйста, он положил в сердце своем не скверняться. Седрах, Месах и Авдинагу положили в сердце своем не поклоняться идолам. Цар поставил истукана, вот вам испытание на верность. Насколько вы твердые в уповании. И мы видим, что Бог вступался всегда за свой народ. Одно из мест написано, когда Давид находился в стране филистинской. И вот он поселился в одном городе, Секелаге. И там была семья его, его дети, его жены. Они где-то пошли все воины, 600 человек, которые были с Давидом воевать, приходят домой, город сожженный, никого нету. Пришли амаликитяне, взяли их жен, взяли детей, взяли скот и ушли. и мы знаем, они ушли, там расположились станом, и там довольные были, гуляли, пили, большую получили эту, как сказать, прибыль. И Давид, когда пришел, он сильно плакал. Все люди плакали, они расстроены были. И написано, Давид был в смущении, потому что народ хотел побить его камнями, эти его люди, которые были с ним. Представьте, их не все жены, все дети уведены в плен. И что написано? Давид укрепился надеждой на Господа. Давид укрепился надеждой на Господа. Такая трудная, безвыходная обстановка. Вроде бы выхода нету, но он укрепился надеждой на Господа. И что? И он обратился к Богу. Он пришел в молитве к Богу и говорит, Господи, что мне делать? Бог говорит, иди, догонишь и отнимешь. И Давид послушался голоса Божьего. Он пошел, и мы видим, он забрал все и намного больше забрал. Это было упование на Бога. Поэтому пускай Бог благосовет нас, братья и сестры, когда мы, в нашем сердце, есть такое желание служить Богу, повиноваться Его, быть верным Ему. Очень важно, чтобы наше упование было Господь. В жизни бывает много трудностей, много сложностей. Я думаю, каждый из нас уже переживали или будем переживать многие трудности, но очень важно в нашей жизни упование наше положить на Господа, возложить наше упование на Бога, чтобы мы надеялись на Него. Поэтому пускай Бог благосовет и даст нам вот эту твердую надежду и упование на нашего Бога во всех обстоятельствах, какие бы ни встретили. И вроде бы этот человек Езекия, да, он попал в безвыходные обстоятельства, но его упование на Бога, его святая жизнь, его преданность Богу, написано, он прилепился, он поступал, полюбил Господа и поступал по всем Его заповедям, какие Моисей заповедал, и Бог его не оставил. Бог сказал последнее слово. Поэтому пускай Бог благосоветит, чтобы и нам уповать на нашего Господа. Давайте мы склонимся перед нашим Богом, прославим Его, Он есть Бог сильный, Он тот, который знает все, и Он сильный, чтобы помогать. Помолимся.